Уважаемые гости, компания CoderLine приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена сложным случаям расчетов отпускных на конфигурации 1S ERP управления холдингом и вы видите на экране наши контактные данные, наши электронные почты, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. То есть если вам по какой-то причине показалось неудобное время проведения или какие-то другие были причины, вы можете немного попозже вернуться на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров, ну и соответственно вы сможете посмотреть в удобное для вас время с кружечкой чая и штапочкой. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика 1S Гардышева-Калина. И несколько, так сказать, организационных моментов, несколько слов перед тем, как мы начнем нашу встречу. Мы будем теоретически материалы смотреть на слайдиках и потом переключаться на демо-версию конфигурации вот таким вот образом и смотреть уже на этапе конфигурации, смотреть то, о чем бы говорили теоретически, ну и какие-то определенные действия выполнять именно в конфигурации. И, собственно говоря, переходим непосредственно к нашей программе встречи и я немножко пару моментов откликусь на организационные вопросы. Программа наша сегодня выглядит вот таким вот образом. И, соответственно, мы поговорим про локальные нормативные акты. То есть, как вы знаете, у нас в этом году было достаточно много изменений именно по зарплатному блоку, по НДФЛ, по МРОТу. То есть, нужно в первую очередь проверить, как у нас отражено это не только в учете, но и в настройках программы. А второе, какие документы мы именно в конфигурации должны будем составить, заполнить. И, собственно, ключевые моменты, которые регистрируют именно отражение в учете графиков отпусков, ну, собственно говоря, документов, которые сопровождают отпуск. И чуть-чуть под конец, если у нас останется дополнительное время, мы с вами заглянем немножко в отчеты, которые возникли новые. Ну, то есть, так сказать, быстренько пробежимся по отчетному блоку. Соответственно, если от вас будут поступать какие-то вопросы, я с удовольствием в конце нашей встречи постараюсь на них ответить. Если не сможем ответить, то пишите, пожалуйста, ваши вопросы. И мы будем очень благодарны за обратную связь. И, соответственно, в этом случае мы можем уже и более предметно ответить на ваш вопрос, так сказать, по вашим реалиям бизнеса. И, соответственно, более развернуто дать ответ, потому что мы не будем ограничены по времени. Я смотрю, у нас тоже какие-то появились чаты. А это пока технические, то есть это пока не касательно нашей темы. Так, значит, вот так мы сделаем пока. Итак, мы переходим с вами уже конкретно к самой теме, к самому вебинару. И первое, что я хочу сказать, это то, что, во-первых, обязательно проверьте, какая у вас стоит конфигурация. Ой, извините, пожалуйста. Какая у вас стоит конфигурация, как урелист программа. Значит, делаем мы это с вами вот таким образом. Мы сейчас переключаемся на демо-базу. И демо-база, как вы помните, у нас имеется вот такая пиктограммка. Сервис и настройки. И мы по этой пиктограммке, когда переходим, вот у нас справка о программе. Мы можем посмотреть релиз платформы и релиз самой конфигурации. То есть у нас, как вы видите, релиз не самый последний, но и не совсем уж дремучий. То есть для того, чтобы показать, как на нем все работает, этого вполне достаточно. Но если вы, допустим, вот уже по итогам сентября начинаете сдавать отчетность, то, естественно, регламентированная отчетность, то, естественно, программку стоит обновить, потому что содержание всех регламентированных отчетов, всех актуальных форм будет уже гарантировано в новом релизе соответствовать всем законодательным актам. Так, это мы с вами посмотрели. И возвращаемся обратно к слайдикам. То есть у нас с вами отпуска в управлении холдингом 1S ERP управления холдингом отпуска в полном объеме поддерживается конфигурации и аналогично тому, что содержится в конфигурации ZOOP-PROF. То есть версия ZOOP-PROF у нас с вами в полном объеме включена в 1S ERP управления холдингом. Ну, естественно, есть некоторые добавления и расширенный функционал. Мы про это поговорим подробнее. Рассматривать мы с вами будем отпуска, в том числе, ну, во-первых, ежемесячно, когда он у нас возникает, это оплачиваемый отпуск. Он у нас возникает через полгода работы сотрудника. И, собственно говоря, здесь надо сразу оговорку сделать. Это право возникает, но не обязанность работодателя предоставлять отпуск. То есть можно через 6 месяцев. А на вопрос от того, что, а почему мне не дают, это не обязательство. Ну, естественно, встречаются случаи, когда, например, необходимо предоставить отпуск. Например, работодатель хочет, чтобы предоставили каким-то конкретным ключевым работникам через месяц, через два. Это все частные случаи, и, соответственно, они должны быть оформлены дополнительными локальными местными документами, нормативными актами. То есть через полгода у нас возникает право предоставить работнику отпуск. Ну, чаще всего, естественно, предоставляется отпуск либо по истечении 11 месяцев, либо уже, соответственно, 12 и так далее. Накладки с отпуском у нас возникают чаще всего, когда возникает у женщины, например, отпуск по беременности и родам, когда касается вопрос работников несовершеннолетних, то есть недостигших 18 лет, когда возникла ситуация, что работники усыновили детей в возрасте до 3 месяцев, в этом случае им предоставляется аналог отпуска по беременности и родам, то есть отпуск до 3 месяцев, например, оформляется как по уходу за ребенком до полутора лет. Ну и, собственно, иные случаи, когда законодательно мы должны предоставить такие отпуска. Здесь действует единое правило, которое имеет под собой такой хороший подводный камень. То есть мы должны выплатить отпускные не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Ну, во-первых, бывают ситуации, когда, допустим, в отпуск приходится, скажем так, принудительно выгонять, потому что человек не особо горит желанием идти в отпуск. А вторая ситуация – это когда ему срочно надо по каким-то личным делам, по собственному желанию, например, предоставить отпуск или по семейным обстоятельствам. И в этом случае у нас нет возможности удержать, выдержать, скажем так, 3 календарных дня, то есть выдержать срок предоставления отпуска. Ну и здесь возникает вопрос, 3 календарных дня – это как календарных или рабочих дней? На эту тему были комментарии, были комментарии «Рост труда». Обратите внимание, не налоговых инспекций, а именно «Рост труда». Датированы, правда, эти письма достаточно уже давнишними датами, то есть 2014 годом и 2020 годом. Но, во всяком случае, эти положения действуют до сих пор. И срок, в течение которого мы должны выплатить отпускные, у нас определяется в календарных, а не в рабочих днях. То есть в субботу, воскресенье у нас туда входят. Ну, естественно, если выпадают праздничные дни или выходные по календарю, то надо накануне этого дня сделать выплату. И как же все-таки быть, если входит выходной день у нас отпускные в данный период, как нам поступать в этом случае? Здесь, опять же, ссылка идет на письмо «Рост труда». Достаточно давняя, как я уже сказала, от 2014 года, 1693-6-1. И указан такой же вариант, что в этом случае имеется арбитражная практика, которая подтверждает такие решения. Проще всего оформить предоставление отпуска, допустим, на два дня за свой счет и уже через установленный промежуток, то есть через три дня до начала отпуска, выдать расчет и отпуск считать в соответствии со всеми нормативными требованиями. В этом случае у нас не будет штрафных санкций и, соответственно, уже не будет рисков, что к нам предъявят претензии либо Рост труд, либо труд инспекции и так далее. Еще немножко нормативной информации. Несмотря на то, что как бы те отпуска, которые мы привыкли, то есть ежегодные, дополнительные, ежегодные по беременности и родам, на самом деле существует отпусков гораздо большее количество, то есть 24 вида у нас присутствуют в программе настроенных видов отпусков. И наиболее часто используемый, как я уже сказала, это ежегодный оплачиваемый, дополнительные оплачиваемые по беременности и родам, по уходу за ребенком и отпуск за свой счет. Но все отпуска, которые предприятие предоставляет, должны соответствовать такому документу, как график отпусков. Алгоритм утверждения этого графика достаточно подробно прописан. он аналогичен утверждению такого документа, как учетная политика, то есть график отпусков мы должны утвердить не позднее, чем за две недели до начала календарного года. То есть для себя можно вывести алгоритм, что 17 декабря это день, когда должны быть проставлены отметки на график отпусков и выдан соответственно приказ, что мы согласовали график отпусков на следующий год и приказ содержит подпись директора и соответственно если это предусмотрено то печать. в 24 году у нас порядок утвердения графика отпусков не изменился. Единственное, что были выпущены более подробные разъяснения о существенных правилах, которые содержатся в нормативных документах. Вот на эти разъяснения мы немножко больше внимания обратим. Соответственно будем учитывать и их требования. во-первых предоставлено право на отпуск в удобное время и например сотрудники которые имеют трех и более детей имеют право выбирать время когда им предоставляется отпуск. Например в летнее время, в зимнее время, то есть когда у детей каникулы ну соответственно по желанию работников единственное ограничение по данным разъяснениям это что вот в первые полгода работы сотрудника вот это право не действует и то есть здесь у нас хронология первые полгода мы предоставляем отпуск не тогда когда человек захотел а тогда когда у нас есть возможность потом естественно уже вступает в силу график отпусков и согласно графикой отпуск предоставляется отпуск предоставляется в любые дни первая часть отпуска чаще всего первая должна быть не менее 14 календарных дней что имеется ввиду когда отпуск предоставляется в любые дни то есть некоторые работодатели например возражали против того что отпуск предоставляется например с понедельника то есть фактически человек де-факто два выходных дня присовокупляет к отпуску поэтому соответственно негласное скажем так было распоряжение чтобы в понедельник не предоставлять отпуск или например там когда выходной у сотрудника вот такое требование у нас не не правомерное и мы должны предоставлять отпуск тогда когда сотрудник написал заявление то есть например любой день который ему удобен ну и подробление отпуска то есть мы уже с вами проговорили что не менее 14 дней одна часть отпуска должна быть ну и соответственно не дробить отпуск совсем мелкими частями там например один-два дня чтобы у работника была возможность полноценно отдохнуть для того чтобы обеспечивать дальнейшую работоспособную дальнейшую работоспособность ну и собственно говоря и последнее это учет праздников то есть когда мы составляем график отпусков мы должны учитывать что праздничные дни то есть красные дни календаря не входит в число календарных дней отпуска то есть в этом случае мы должны отпуск удлинить на количество праздничных дней которые попали в этот период ну в общем-то это все не новые требования и в общем-то все уже достаточно давно к ним привыкли можно сказать на автопилоте это действует и в конфигурации то есть мы имеем возможность документы составлять с учетом вот этих требований сложный случай когда возникает ситуация например о переносе отпуска или о продлении отпуска перенос отпуска может быть когда возникает например производственная какая-то необходимость возникает например в законодательном порядке ну когда объявляются какие-то законодательные мероприятия когда у работника больничный на период отпуска во время отпуска возник или какие-то государственные обязанности например военные сборы или какие-то другие государственные обязанности возникают когда человек находится в отпуске то есть в этом случае мы оформляем документ по переносу или по продлению отпуска ну самый скорее всего часто встречающийся случай это когда человек заболел во время отпуска и у него возникло пересечение больничного листа с периодом отпуска в этом случае действует положение что сотрудник может продлить свой ежегодный отпуск на период больничного или выйти после отпуска установленный срок а дополнительно время которое было потрачено на больничный лист то есть когда он болел перенести на другой период то есть попросить отпуск в другой период ну и собственно говоря сложные случаи когда возникают вопросы по поводу начислений по поводу расчетов это когда отпуск связан с увольнением ну в основном сложности в расчете в этом случае не возникает а возникает только сложности с оформлением то есть написание заявления как должно оно выглядеть и что человек должен получить компенсацию отпуска при увольнении следующий момент сложный возникает когда отпуск совпадает с праздником то есть например праздничные дни новый год когда например праздничные дни совпадают с отпуском и так далее и когда отпускные совпадают с периодом повышения заработной платы как в этом случае рассчитывается именно сумма отпускных поскольку при как мы знаем при расчете зарплаты у нас действует расчет среднемесячных например среднемесячной оплаты ну собственно говоря вот эти случаи мы рассмотрим еще поподробнее а сейчас мы с теоретической базой будем заканчивать и еще небольшой экскурс по ответственности то есть попугач штрафами на самом деле ситуация когда работнику предоставлять необходимо отпуск по его заявлению то есть заявление по семейным обстоятельствам относится именно к ситуации когда возникает нарушение трудового законодательства то есть человек просит дайте пожалуйста с завтрашнего дня мне отпуск вези там тем-то тем-то естественно возникает желание пойти человеку навстречу но как мы уже сказали в этом случае возникает прямое нарушение законодательства безопаснее всего делать именно предоставить два дня за свой собственный счет и уже расчет за отпуск предоставить как положено в течение за три дня до начала отпуска потому что сейчас у нас как вы знаете изменились и очень сильно изменились штрафы то есть административное наказание КААП и в этом случае у нас будет действовать предупреждение или штраф от 10 до 20 тысяч для должностных лиц штраф для юридического лица заставит 30-50 тысяч и штраф если это ИП от 1 до 5 тысяч то есть как видите юридическое лицо заплатит 10-20 тысяч на должностное лицо и 30-50 тысяч именно на юридическое даже если у нас возникает ситуация что человек написал заявление на отпуск и написал в этом заявлении что он согласен на перечисление отпускных позже чем указано указан период начала отпуска такая запись нам не поможет мы все равно нарвемся на нарушение трудового законодательства и соответственно единственный безопасный вариант это предоставить 2 дня за свой счет например и 1 день для оплаты ну то есть на безопасное расстояние отодвинуть выплату теперь мы с вами переключаемся именно уже на изменения 24-го года то есть во-первых самое основное это вы помните у нас с 1 января изменился мрот в этом году он составил 19242 рубля уже анонсирован новый мрот на 2025 год то есть значительное повышение и у нас возникает вопрос что согласно нормативным актам у нас оплата труда не может быть менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда то есть соответственно когда мы считаем отпускным мы должны за этим следить и естественно не допускать чтобы нарушился этот баланс так сказать но при этом мы обязательно должны учесть учесть выработана ли норма рабочего времени потому что если сотрудник работал там например по полдня то понятное дело что в этом случае у него оплата отработанного времени будет соответственно не такая как по норме ну естественно вот если сотрудник отработал неполную неделю или сокращенный день в этом случае рассчитывается обычный средний заработок если сотрудник отработал полностью рабочее время то в этом случае его средний заработок считается умножается 29,3 то есть дробное количество дней и сравнивается с мротом то есть 19,242 то есть проверяем что мы получили и если заработок получился меньше чем мрот при полной отработки времени то в этом случае мы берем мрот и умножаем на количество календарных дней отпуска то есть считаем сколько стоит день если брать за расчет мрот рассчитываем средний дневный заработок умножаем на количество дней отпуска и еще один может быть не настолько ярко выраженный и ярко разрекламированный момент это то что если у нас возникает дробное количество дней то есть например мы умножаем на 29,3 дней то когда мы считаем отпуск мы округление делаем всегда в сторону сотрудника то есть 29,3 будем считать 30 и так мы с вами добрали до конфигурации сейчас мы с вами переключимся на саму конфигурацию на данном слайдике мы видим где мы начинаем так сказать свою экскурсию это как всегда раздел МСИ и администрирование и мы с вами смотрим расчет зарплаты и вот такая вот есть ссылочка во-первых настройка состава начисления и удержания гиперссылка синим текстом а во-вторых что мы должны проверить когда мы через раздел МСИ администрирования заходим в зарплату это то что проставлен чекбокс использовать резервы по оплате труда но с вами переключаемся раздел МСИ и администрирование и вот он наш с вами раздел зарплаты почему так сказать от печки начинаем как вы знаете МСИ и администрирование это раздел грубых настроек от которых в общем-то зависит какие функциональные опции мы активировали потому что в таких ну гораздо более простых конфигурациях как зарплата и кадры мы видим все опции которые доступны сразу то есть что вижу то пою а конфигурации управления холдингом ERP управления холдингом к сожалению некоторые опции не активированы по умолчанию и соответственно для того чтобы они заработали то есть чтобы начать их применение мы должны выполнить выполнить дополнительную активацию вот он наш с вами чекбокс по использованию резервов по оплате труда напомню что резервы у нас составляются на основании учетной политики то есть все отметки про использование про начисление резервов мы начинаем с того что должны предусмотреть в учетной политике и уже только после этого отмечать здесь и настройка состава начисления и удержания это как раз тот снос гиперссылка про которую я начала рассказывать мы в нее переходим и у нас с вами есть раздел почасовая оплата но почасовая оплата нам сейчас не нужна она используется если мы применяем сверхнормативные часы работают или сверхурочные а вот следующий пункт дни отпуска это как раз таки отпуска которые у нас с вами по умолчанию здесь уже заданы если нам чего-то не хватает нам надо будет дополнительно настраивать например учебный отпуск отпуск для кормления ребенка ну то есть соответственно настраивать те виды отпуска которые нам не настроены по умолчанию ну я проставила для примера предоставлять учебные отпуска ну для примера это еще отпуска для чернобыльцев отпуска за свой счет практически отпуска за свой счет применяют все организации то есть рано или поздно у человека возникает необходимость например по семейным обстоятельствам взять отпуск ну и соответственно проставляем чекбоксы или проверяем что необходимые нам чекбоксы проставлены и мы можем смело переходить теперь уже к другим режимам настройки ну в зависимости от ваших бизнес-процесса естественно мы проверяем что мы здесь отмечаем при этом когда мы работаем через блок НСИ и администрирование здесь основное правило как работать с этим блоком это внимательно читать вот эти вот ссылки справочных так сказать контекстная справка то есть это по каждому окошку где надо проставить чекбокс чекбокс у нас есть с вами контекстная справка что это такое и для чего используется естественно мы просматриваем все проставляем чекбоксы и считаем что у нас все хорошо что у нас блок настроен и мы можем уже приступать конкретно к расчетам наших отпускных снова возвращаемся к слайдикам вот слайдик который отражает настройку именно отпусков то есть то что мы с вами только что посмотрели и соответственно слайдик который уже иллюстрирует работу с подразделом кадры и здесь как и в зарплате как и во всех других подразделах у нас есть еще дополнительные так сказать тонкие настройки вот здесь вот мы с вами задаем уже виды отпусков которые конкретно будут применяться у нас на предприятии то есть при переходе вот по этой ссылке у нас возникнет возможность именно какой настройки смотрим меню кадры обратите внимание вот на что на воинский учет то есть когда мы с вами делаем грубые настройки так сказать инсы и администрирование мы делаем отмечаем чекбокс ведется или нет у нас воинский учет на предприятии сейчас этому очень много внимания уделяется так что не забудьте про воинский учет когда мы проставляем там чекбокс у нас появляется здесь раздел воинский учет и соответственно возможность составлять документы которые требуются для военкоматов значит соответственно у нас есть с вами ссылка на работу с документом отпуска но есть еще как вы видите работа с кадрами кадровые отчеты и все кадровые документы то есть мы с вами делаем дополнительные настройки к тем которые сделаны через раздел инсы и администрирование и заполняем справочники вот которые у нас уже для нашей конкретной работы смотрим что нам здесь не хватает ну то есть виды отпусков это вот как вы видите если есть вот такая пиктограммка черточка с точкой это значит данный вид отпуска у нас создан по умолчанию через конфигуратор но мы можем дополнительно добавить свои то есть создать свои отпуска у меня вот видите без точечки это уже мое творчество он называется отпуск тестовый чтобы мы могли посмотреть каким образом он настраивается ну соответственно текстовое поле заполняем так чтобы было понятно к какому виду отплачиваем неоплачиваем ставим чекбокс как предоставляется в календарных днях ну и соответственно заполняем здесь дополнительные сведения которые в этом диалоговом окне нам доступны в этом случае у нас появляется дополнительный вид отпуска и мы должны для данного вида отпуска составить ГФО то есть составить начисления которые будут отражаться отражать этот отпуск в регламентированном учете ну вот например отпуск на период санаторно-курортного лечения как вы знаете у нас сейчас в этом году были изменены лимиты на социальные вычеты и санаторно-курортное лечение у нас оплачивается сотруднику раз в год в размере не более 50 тысяч ну то есть есть дополнительно дополнительные требования какими нормативными акциями это регулируется и вот такую возможность можно использовать для ваших сотрудников ну то есть вот я запомнила все сведения которые у меня здесь были и соответственно могу по гиперссылке настроить перейти в дополнительные настройки которые сопровождают использование этого отпуска ну вот с вами вернемся к нашим слайдикам вот мы сходили как раз в раздел настройки справочники по кадрам а теперь я еще хочу вот такой слайдик показать то есть если у нас например дополнительный отпуск предусмотрен для какой-то категории сотрудников то такой отпуск мы можем такой вид отпуска мы можем отражать естественно в кадровых документах и при приеме на работу данного человека ему отражать дополнительный отпуск при формировании документов по приему на работу то есть вы видите документ прием на работу и здесь у нас задаются графики отпусков вид занятости и если имеют право на дополнительный отпуск то соответственно вот выделение красным показывает как это сделать еще раз вернемся к нашим настройкам вот ну например прием перевода и выполнения то есть сейчас сходим туда где сделан слайдик на которые мы только что посмотрели ну то есть вот прием на работу берем и здесь соответственно у нас заполняются на закладочке главные основные условия на которых человек принимается на работу и соответственно отпуск если я ставлю что ежегодный отпуск у него то я могу добавить в этом случае и ввести сведения что он имеет дополнительный оплачиваемый отпуск например он там 5 дней ну естественно я эти цифры ставлю нам сейчас на обум фантазирую а так мы должны проставлять в соответствии с законодательством то есть он имеет дополнительный оплачиваемый отпуск например 5 дней как сотрудник как чернобыльца то есть сотрудник который пострадал пострадал при работе на чернобыле соответственно у меня сразу здесь изменяется отражение то есть вот мой основной отпуск вот мой дополнительный отпуск и соответственно я должна сразу заполнить ГСУ то есть группы финансового учета которые будут сопровождать данные начисления то есть это у меня отдельно дополнительный справочник то есть способы отражения зарплаты я соответственно выбираю или создаю новый через кнопочку создать например способ отражения зарплаты красные поля с красным подчеркиванием обязательно для заполнения мы помним и здесь уже я заполняю ту информацию которая мне нужна то есть начисление вид начисления задаю аналитику направление деятельности обязательно ну и соответственно заполняю все справочники все чекбоксы которые мне здесь потребуются так мы сейчас не будем сохранять эти настройки просто посмотрели так сказать возможность задания таких настроек так теперь мы отсюда выходим и соответственно у нас еще есть закладочки оплаты труда это мы с вами смотрим прием на работу и документы которые оформляют это это кадровое мероприятие и соответственно задаем сведения по оплате какая какая оплата то есть например оклада дельная дельно повременная и соответственно размер и следующая закладочка это трудовой договор то есть это сведения про сам трудовой договор то есть в программе мы с вами ведем учет трудовых договоров и соответственно во-первых нумерация во-вторых дата ну и собственно условия которые были по поводу работы значит хочу напомнить что если вы чтобы вы не упускали из виду что у нас в этом году действует новое правило новая методика по САУТ и соответственно когда мы применяем документы о приеме на работу мы должны помнить что все изменения у нас должны отражаться и в САУТе и соответственно новая методика задает новые правила сопровождения так сказать документов о приеме на работу значит здесь сейчас мы с вами по тренинг немножко что не мешалось ну и собственно говоря мы на основании вот того что здесь заполняем можем формировать полностью весь комплект то есть весь комплект документов которые нам требуются создать необходимые запросы и вывести печатную форму полностью всего комплекта то есть и приказа и трудового договора и можем комплектом сразу все напечатать значит здесь еще раз напоминаю что у нас в этом году в связи с объединением ФСС и Пенсионного фонда подается отчетность ЕФС-1 и соответственно она подается на следующий день после проведения кадрового мероприятия то есть если мы принимаем человека сегодня на работу то мы даем на него сведения завтра так сейчас мы длиним а то мы здесь неудачно вот так вот сделаем то есть мы с вами задаем дополнительные отпуска если они требуются и соответственно параметры начислений при этом у нас сложные ситуации мы еще с вами совсем не обсудили только обозначили назвали их касаются ну самое распространенное это отпуск по беременности и родам то есть это отпуск который выплачивается всем без исключения сотрудницам стандартный отпуск это 70 дней до 70 дней после родов и соответственно есть ли осложненные роды то есть например хирургическое вмешательство требовалось то этот отпуск увеличивается здесь значит нужно сделать акцент вот на чем независимо вне зависимости от того что это отпуск который предоставляется по больничному листу сотрудницы необходимо написать заявление на предоставление данного отпуска и уже соответственно в этом случае отпуск предоставляется либо самой работнице например отпуск до полутора лет и в этом случае она может заменить повторный например отпуск до трех лет он уже может предоставляться любому из родственников который осуществляет уход за ребенком то есть в этом случае сотрудница сама имеет возможность выйти из отпуска и например начать работу здесь смотрите какая у нас есть тонкость у нас как я уже сказала отпуск по беременности и родам на основании больничного листа оформляется но как мы помним делаем еще и так вот сейчас перекручим кадры то есть мы вводим документ больничный лист и соответственно создаем новый больничный лист заполняем все требования которые здесь есть то есть всю информацию которую здесь есть на основании больничного листа который в электронном виде получаем и в этом случае у нас прямые прямые выплаты сейчас и собственно говоря мы отправляем больничный лист точнее не больничный лист а расчет в единый социальный фонд то есть собственно смысловая нагрузка вот этого действия только в том чтобы во-первых вы сообщили сведения о стаже во-вторых сообщили сведения о том как перечислять само пособие то есть сведения для оплаты это у нас с вами закладочка оплата и здесь мы соответственно указываем указываем расчет и платежный реквизиты потому что вся остальная информация у социального фонда есть в электронном виде потому что больничные листы он получает напрямую из медицинской организации и собственно говоря только сведения которые необходимы для перечисления пособий сообщают ему работодатель так сейчас мы закроем больничный листок и снова вернемся к слайдикам значит это у нас было с вами отпуск по беременности и родам ну собственно говоря в 23 году изменения которые коснулись именно этого отпуска уже достаточно изучены собственно говоря с начала года они не изменялись то есть вот теоретически так сказать сведения вы видите на экране собственно говоря здесь в 24 году у нас только изменился предел годового заработка то есть для исчисления именно пособия то есть годовой лимит у нас составляет 2 миллиона 225 тысяч рублей то есть исходя из него ограничена величина для расчета пособий следующий отпуск который у нас с вами тоже наиболее часто применяется это до полутора лет в этом случае у нас в этом году действует положение что сотрудница может выйти из этого отпуска и раньше то есть не дожидаясь окончания отпуска но не на полный рабочий день и в этом случае перестает действовать ограничение что если женщина вышла на работу то она получит у нас и зарплату и пособие собственно для того чтобы человек получил и пособие и зарплату нужно только его заявление которое мы фиксируем то что например прекращен отпуск но пособие не прекращается то есть выплата пособия не прекращается если женщина выходит раньше чем положено из отпуска и начисляется до тех пор пока ребенку не исполнится полтора года то есть в этом случае уже совершенно законодательно легализовано так сказать получение и зарплаты и пособия это у нас с вами отчетность которая предоставляется в 24 году то есть это появилось новое назначение тип сведения назначение выплат по ОСС в этом случае у нас соответственно если человек если сотрудница использовала отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком тогда у нас в официальной отчетности проставляется вот такая отметка но к сожалению мы сейчас более подробно не сможем останавливаться на этом я поэтому покажу только на слайде то есть видите когда мы составляем отчетность 1С отчетность блок используем составляем какой-то конкретный отчет вот выбираем его по данному виду и создаем отчет который отправляем в который отправляем в объединенный фонд это мы с вами вот заполняем отчетность ЕФС 1 и собственно говоря вот этот слайдик иллюстрирует где мы можем найти именно эту строку что назначение выплат по ОСС обязательно социальное страхование то есть когда у нас сотрудник использует вот такой случай то в этом в этом при этом использовании проставляется тип сведений назначения выплат по ОСС ну то есть это вот как бы иллюстрация вы видите на экране того что отпуск по уходу за ребенком до трех лет могут использовать и родственники и соответственно не обязательно мама и главное здесь чтобы от чтобы фактически уход за ребенком осуществлял тот человек который указан в заявлении и соответственно он будет получать пособие и при этом такое время будет отмечаться с кодом дети то есть когда мы подаем сведения в этом случае мы подаем сведения с кодом дети так более подробно останавливаться на отпуске по уходу за ребенком по беременности и родом мы к сожалению не сможем уже время поджимать поэтому мы несколько слайдиков пропустим соответственно сведения о стаже когда мы подаем вот то что мы с вами проговорили уже это когда мы заполняем эти сведения то нахождение в декрете мы обозначаем декрет когда уход за ребенком мы обозначаем дети и вот видите дети когда отпуск по уходу за ребенком дети ПРЛ это когда до 3 лет предоставляется другим родственникам то в этом случае индивидуальные сведения о стаже мы делаем вот с такой отметкой как мы говорили уже социальные вычеты у нас в этом году увеличены и соответственно кроме отпусков по уходу за ребенком и по беременности и родам могут быть отпуска например на лечение в этом случае на лечение на физкультурно-оздоровительные услуги на санаторно-курортное обеспечение в этом случае мы используем увеличенный размер социальных вычетов и он составляет 150 тысяч в год в отношении по отношению к прошлому периоду это у нас составляло 120 тысяч в год сейчас 150 то есть на самом деле вычет мы можем использовать больше как мы начали с вами говорить при начале нашей встречи у нас в общем-то кроме того что мы составляем график отпусков мы должны проверить изменения в учетную политику то есть напомню что официально мы не не вносили не вносились никаких изменений порядок учета порядок запутал их словах правила учета согласования утверждения учетной политики у нас не изменялись на новый год но если мы например переходим на другой налоговый режим например АСУН начали применять если мы используем российское программное обеспечение и хотим применять повышающий коэффициент и если мы планируем воспользоваться инвестиционными вычетами вот в этом случае у нас с вами возникает необходимость учетную политику изменить и соответственно не забыть внести изменения в графике отпусков и в учет заработной платы сейчас мы с вами снова сюда переключимся то есть остальные работы с настройками у нас с вами уже зашиты и если мы с вами прошли настройки которые требовались изначально через НЦИ и администрирование потом мы с вами заполнили все сведения в разделе зарплата и кадры то есть заполнили настройки и справочники и в разделе кадры тоже настройки и справочники прошли то все остальные сложные моменты для начисления отпусков у нас с вами уже должны быть настроены я повторюсь еще раз то есть мы с вами используем раздел отпуска раздел заработной платы под раздел отпуска для создания конкретных документов по отражению отпуска ну то есть вы видите у нас здесь без сохранения заработной платы списком если мы предоставляем отпуск ну и конкретно обычный отпуск предоставляем сотрудникам то есть этот документ должен создаваться в соответствии с графиком отпусков и собственно говоря здесь мы с вами заполняем вот ставим вот так выбираем сотрудника неудачно выбрала потому что у меня в этом юрлице нету сотрудников сейчас мы выберем другое юрлицо ну вот так вот сделаем здесь по-моему у меня есть сотрудники нет опять та же самая история ну то есть выбираем человека которого хотим отправить в отпуск и заполняем все сведения то есть самая трудоемкая работа у нас с вами уже произошла и при начислении отпуска мы с вами должны учитывать только нормативные акты которые регулируют какие-то изменения то есть то что мы с вами проговорили в начале теоретической части после заполнения всех справочников практически наша задача сводится к тому что мы выбираем документ например отпуск и выбираем сотрудника которого хотим отправить в отпуск практически все остальное программа рассчитывает самостоятельно и естественно если мы выбираем например вот меню зарплата то соответственно выполняем либо переход в работу с документом отпуск либо переход по работу с отпусками по уходу ну и соответственно возврату если например был досрочный возврат то есть эти все документы уже автоматически рассчитывают например средний пособие по уходу за ребенком возврат из отпуска ну то есть автоматически рассчитывают все алгоритмы которые заложены у нас в данном в данном блоке вот на что здесь хочется обратить внимание это еще на раздел регламентированный учет то есть раздел регламентированный учет у нас содержит во-первых блок 1С отчетность во-вторых есть сервис 1С отчетность мы сейчас немного подробнее про него пару слов скажем то есть сервис 1С отчетность ну и собственно говорят документы которые мы формируем для налоговых органов предполагают что у нас есть личные кабинеты которые мы используем то есть в разделе 1С отчетность у нас есть личные кабинеты и в разделе единый налоговый счет у нас тоже есть личный кабинет для работы с единым налоговым счетом то есть то что касается заработной платы в разделе зарплаты кадры есть личный кабинет сотрудника который приспособлен для получения справок без учет без помощи бухгалтера например то есть самостоятельно человек может зайти сервис кабинет сотрудника запустить и использовать его для получения например расчетного листка справки там 2НТФЛ и так далее здесь более подробно мы можем почитать подсылочки и собственно говоря для того чтобы активировать этот сервис достаточно заполнить имеющуюся здесь информацию не слишком сложно а вот для работы с личными кабинетами которые уже для юрлица предусмотрены не для сотрудников раздел регламентированный учет блок 1С отчетность и личные кабинеты которые в общем-то нам давно знакомы за исключением одного то есть здесь у нас личные кабинеты налоговых инспекций ФСС бывшая статистика и так далее а вот здесь вот самый интересный личный кабинет по работе с единым налоговым счетом если я перехожу в блок 1С отчетность например запускаю регламентированные отчеты то есть общий журнал отчетности у меня выскочит рекламный баннер вот он то есть соответственно это сервис 1С отчетность который позволяет напрямую взаимодействовать с сайтами вот таких вот фискальных органов то есть в принципе очень удобный и заманчивый сервис о его возможностях можно подробно подсчитать подключиться тоже несложно и вроде бы все хорошо но я пока не знаю зачем он мне нужен и как он действует поэтому я отсюда ухожу и теперь я смотрю что у меня здесь еще есть это мои списки отчетов и личные кабинеты которые мне давно и хорошо известны но я хочу посмотреть что же такое теперь у меня находится в разделе единый налоговый счет и этот личный кабинет а вот когда я перехожу в этот личный кабинет у меня и вылазит зачем мне может потребоваться сервис 1С отчетность ну вот выбираю например собственное юрлицо а мне программа пишет что извините а подключите сервис 1С отчетность то есть для того чтобы работать с личным кабинетом по единому налоговому счету я должна подключить сервис 1С отчетность все бы хорошо но этот сервис платный если у нас подписка ИТС проф то я бесплатно могу подключить одно юридическое лицо а поскольку у меня холдинговая структура то есть у меня холдинг то юридических лиц у меня может быть достаточно много то есть допустим вот если я иду НСИ администрирование и смотрю на то сколько у меня организаций видите у меня организаций много естественно подключение одного юридического лица ну мне ни о чем не говорит это только разжечь аппетит но естественно подключение дополнительных юридических лиц происходит за деньги но в этом случае достаточно дружественное то есть не слишком много надо будет заплатить сейчас мы посмотрим переход 1С отчетность вот здесь вот видите у меня есть ссылка на тарифы то есть для одного конкретного юрлица у меня будет уже тариф вот такой то есть на год 3600 рублей на два года 6500 здесь опять же что это мне даст но тем не менее цифры достаточно дружественны скажем так особенно если я разбиваю по месяц на оплату то есть 3600 рублей делим на 12 месяцев получается совсем не страшная сумма но тем не менее за то количество юридических лиц которые мне будут необходимы я должна буду заплатить исходя из вот такого тарифа так это мы сами закрыли и соответственно заполнив все дополнительную информацию я смогу подключить если у меня ЭТС техно то в этом случае у меня бесплатного подключения вовсе нет то есть подключения только за денежки но естественно тарифы вот здесь как бы те же самые на этом мы как бы уже перебрали наше время возвращаемся снова к нашим слайдикам и здесь я хочу вернуться к началу нашей встречи и поговорить про вот этот момент то есть напомнить вам наши контактные данные наши электронные почты телефоны телеграм-контакты и адрес нашего сайта мы будем очень благодарны вам за обратную связь надеемся на взаимовыгодное сотрудничество и будем рады оказаться вам полезными на этом разрешите с вами попрощаться компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время всего доброго хорошего дня